Рубанки, уровни, замки, кованые гвозди. Перечень того, что на протяжении лет собирали представители местного благотворительного фонда фортификации Бреста и краевед Сергей Гринь на самом деле удивляет своим разнообразием. В одном зале представлены практически два десятка экспонатов, возраст которых измеряется даже несколькими столетиями. Из предметов, то есть здесь представлены предметы, которые еще с царской России, царского периода, польский период нашего города и ранний советский период, то есть довоенный и послевоенный. Из, наверное, самых уникальных предметов, которые у нас есть, это деревянная лопата, окованная металлом, то есть датируется где-то, наверное, 19 веком, что даже учебники по военной архитектуре фортификационной, там такие образцы как раз и прорисованы. Среди немалой коллекции инструментов нашлось место и редким изданиям, рассказывающим о том, как полвека век назад мастерились арки и проемы, как выглядели каталоги замков и первая палитра обоев. Руководство библиотеки уверено, такие проекты актуальны и интересны Брещанам. Хочется доказать, что библиотека – это интересное место, что здесь можно интересно и с пользой провести какое-то время. Не обязательно в целях учебы или решения каких-то производственных задач, но просто в плане какого-то самообразования и расширения кругозора. Каждый элемент большого вернисажа – это маленькая человеческая жизнь. 100-200 лет назад все эти инструменты создавались по индивидуальным заказам, по запросам хозяина. Сегодня они – элементы истории, ее носители и хранители. Познакомиться с выставкой можно до 10 сентября.